Карагандинским инвалидам предложили работу. В шахтерской столице впервые прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. По статистике, из 40 тысяч инвалидов в регионе трудится лишь каждый третий. На ярмарке, говорят организаторы, все желающие смогут найти себе работу по душе. Алиаса Сдыкова расскажет подробнее. Желающих найти работу здесь хоть отбавляй. За пару часов около ста инвалидов пришли на ярмарку вакансий. Среди них Алираев. До получения травмы он работал инженером, а сейчас его единственный доход пособия в 23 тысячи тенге. Найти работу никак не получалось. Просто, говорит, оставьте и все. Мы позвоним. Ну и, как говорится, телефон молчит и сотовый, и домашний. Но здесь, на ярмарке, надежды найти работу есть. 25 организаций готовы принять сотрудников с инвалидностью. Однозначно сказать, для какой-то категории есть. Больше или меньше мы не можем. Почему? Потому что здесь представлены представители разных организаций, разных предприятий. Мониторинг, естественно, ведется. Если есть какие-то люди, колясочные, как вы говорите, да, мы будем в дальнейшем по их вопросам отрабатывать. То есть, находить те предприятия, где они могут в дальнейшем трудоустроиться. За несколько часов в ярмарке 15 человек смогли найти работу. Организаторы считают, для начала очень даже неплохо. Тем более, что планируется проводить такие мероприятия раз в три месяца. Мы принимаем операторы по угоду за поросятами. Желательно вторая, третья группа. Потому что это несложно. И рабочие, которые третьей группой, они разбужают корма. Вот на сегодня я только сейчас приняла 4 человека. Двое мужчин и двое женщин. Для того, чтобы трудоустроить всех нуждающихся в работе инвалидов, одних вакансий мало. Нужна безбарьерная среда. Ведь человек в инвалидной коляске, даже найдя работу, не сможет самостоятельно до нее добираться. Президентам четко и ясно была поставлена задача по оказанию максимальной поддержки и помощи нашим согражданам, соотечественникам с ограниченными возможностями. Эта работа у нас проводится. Есть определенные наработанные опыты в городах, районах. Но, тем не менее, эту работу мы более должны активно продвигать. Кроме организации ярмарок вакансий, местные власти обещают помочь и с переобучением на самые востребованные специальности для лиц с ограниченными возможностями. Алия Сыздыкова, Василий Савкин, Сетосаинов, Караганда.